Чтобы ходить по улицам Новознаменского, местным жителям приходится либо надевать резиновые сапоги, либо перебежками двигаться по дороге, уворачиваясь от машин. Тротуары и асфальт в пригороде Краснодара – большая редкость, при том, что живут здесь около 7 тысяч человек. Прочувствовать всю прелесть таких условий на себе сегодня смогли чиновники из мэрии и краевой администрации. В Новознаменске их привез губернатор региона. Вениамин Кондратьев приехал по просьбе людей, которые уже устали рассказывать о своих проблемах. Поход в магазин превращается, по большому счету, в марш-бросок, который нужно совершить, чтобы купить продукты домой. Но это ненормально, когда в современном Краснодаре, в современном мы говорим, в магазин нужно совершать марш-бросок, чтобы выжить. Мэру Краснодара Вениамин Кондратьев на ходу показывает то, что бросается в глаза. Нет ни школ, ни детских садов. А вот, например, такой важный объект, как электроподстанция, стоит в чистом поле, без ремонта и даже без ограждений. И это при том, что на нее запитана водоснабжающая инфраструктура Новознаменского. Идет реконструкция всех питающих центров. 34 центра на сегодняшний день, они соответствуют... Я еще раз говорю, коллега, вы хотя бы еще раз говорю, вы хотя бы огородили ее для приличия, как положено это было. Но водозабор-то явно запитан на нее, я еще раз подчеркиваю. И что-то с ней, значит, автоматически водозабор летит. И электричества не будет, и воды у людей не будет. Она будет в этом году у нас реконструирована, земельный участок НЭСК мы подбираем, это собственность НЭСК электросети. Если оно будет, тогда назовите конкретные сроки, и сейчас вы людям назовете те сроки, в которые вы планируете реконструировать. И проблему с дефицитом или с отключением вот этой вот подстанции, если ее можно таковой назвать, вы закроете раз и навсегда. Да, коллеги, хватит кормить завтраками. В гетто превратили мы, чиновники. Сегодня пригород Краснодара в гетто. И это правда. Улицы есть, дома строят, люди живут здесь годами. Но до сих пор у Новознаменского нет ни точного юридического статуса, ни четких административных границ. То ли это поселок, то ли просто массив с частной застройкой в черте города. Что ждет эту территорию в будущем, глава региона рассказал уже на встрече с местными жителями. Это одновременные поручения руководству Краснодара. Первое, что нужно сделать, определить статус. И это микрорайон Краснодара. Назовите его Новознаменский микрорайон Краснодара. Дайте ему административные границы и административный центр. И чтобы власть у них местная тоже появилась, настоящая. Тогда, может быть, будет кого спрашивать. И со Знаменским поселком их обвинять не нужно. У тех свои проблемы, а у этих свои проблемы. Поэтому давайте подготовим стратегию развития микрорайона. Комплексное освоение. А в комплексное это значит не только квартиры, не только дома. Это еще, по счетку, школы, детские сады, полетриники, парковки и сквер. Вот это комплексное. И слово «по дом» меня не устраивает. Вот началось строительство под фундамент. Рои котлова. Но тут же по школе или по детской садке тоже начинают. Уже в начале 2019 года здесь начнут строить школу, как минимум на 400 мест и два детских сада. Поэтапно будут развивать и коммунальную инфраструктуру. В течение трех лет полностью газифицируют весь Новознаменский. А ведь люди здесь живут. Люди. А мы даже не знаем, что это за административная единица. Как правильно назвать. Там, где люди живут. И дети там тоже. Понимаете, наши дети, которые есть в будущем Краснодаре. И в каких условиях они будут расти, в каких условиях они вырастут, вот такую жизнь и они построят. Поверьте, никто кроме нас наш город красивым не сделает. И в том числе ваш Новознаменский микрорайон. А я верю, что он будет. И будет красивым, комфортным, благоустроенным микрорайон, который будет для жизни. Серьезным шагом на пути к комфортной жизни станет и развитие дорожной инфраструктуры. Сейчас в Новознаменске есть только один въезд и выезд с федеральной трассы М4 Дон. Что приводит к крупным пробкам. В Министерстве транспорта России уже одобрили проект развязок на этом участке автомагистрали. В жилой микрорайон будут везти две дороги. При этом съезд с федеральной трассы станет удобнее, чтобы те, кто направляется в Новознаменский, не мешали основному потоку. Но за такими глобальными проектами не стоит забывать, например, о тротуарах или скверах. Напоминает Венимин Кондратьев городским властям и бизнесменам. Застройщик четко понимает, должен, что вместе с властью он должен нести социальную ответственность перед людьми. Вот и все, что он должен. Вот возьмите, соберите таких же, как вы, сядьте вместе с мэром, определитесь, что может бюджет, что может и вы, что могут и еще представители, допустим, в том числе небедные жильцов, которые здесь живут, и между собой поделите, в том числе и инфраструктуру, и социальную ответственность перед жителями. Поделите. Разговор губернатора с жителями Новознаменского продолжался два часа. За это время нашли конкретные решения проблем, на которые годами никто не обращал внимания. А у людей появилась реальная надежда, что из гетто их район превратится в современный и комфортный для жизни. Александр Иванченко, Денис Перезни, Смоскаленко, Кубань-24, Краснодар.